Игра выдалась нескучной. Уже на старте соперники организовали вылазки к вражеским воротам. И если Антон Шиндер свой момент не реализовал, то гости воспользовались своим шансом сполна. На 12-й минуте Артура Сжулба в безопасной ситуации в атаке отдал снаряд соперникам. Уральцы тут же устремились в атаку, которая завершилась взятием ворот. Пару минут спустя положение хозяев ухудшилось. Травму получил их главный бомбардир Антон Шиндер. Атаки в кустанайце носили беззубый характер, но на помощь пришел судья. На 33-й минуте матча он показал второй горчичник Ерки Булану Нургалиеву, и гости остались в меньшинстве. Я горжусь своими футболистами. Если я дальше буду что-то обсуждать и говорить, мне будет подешевле, так что я лучше не буду больше ничего комментировать. Есть болельщики, есть веб-прессы. Мы должны сами все видеть. И я думаю, если мы любим футбол, именно футбол, то вы, наверное, все видели сегодня, что творилось на поле. До свистка на перерыв все попытки хозяев поля не привели к взятию ворот. Не воспользовались сполна большинством кустанайцы и во втором тайме. Их стараний хватило лишь на ответный гол. Его автором стал Танат Нусербаев. Должны были выиграть. Обидно для нас, как бы, ничья. Здесь, я думаю, трагедию мы не будем делать. Значит, конечно, очень обидные два очка, к сожалению, так сказать. Теперь будем дальше работать, дальше готовиться и двигаться, так сказать, вперед. Табул не смог воплотить в положительный результат численное преимущество и досадно потерял два балла. Осечка позволила Кайрату сместить кустанайцев со второй строчки турнирной таблицы. Табульцы с 13 очками, теперь третий. Лидирует по-прежнему Астана, которую в следующем туре кустанайцы могут догнать. Между этими командами состоится очная встреча. Она пройдет в Астане 28 апреля.